Всем здравствуйте, кто к нам подключился. Виталий, Сергей. Что у вас? Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Мы с вами здесь сегодня собрались для того, чтобы провести вебинар «Интеграция беспроводных устройств Z-Wave.me и платформы Iridi Pro». Я Оксана Сторжева, продакт-менеджер Iridi. Кто меня не знает, ребята, которые подключились, кто знает про Z-Wave.me, но не знает про Iridi. А также у нас Сергей Полторак и Виталий Юркин, Сергей гендиректор Z-Wave.me и Виталий, идущий инженер. Это для тех, кто не знает про ребят. Мы будем выступать по очереди, правильно? Сначала я расскажу кратко про Iridiум, про конкретный продукт Iridiум Pro, потому что мы интегрируемся именно с этим продуктом. То есть мы будем управлять устройствами Z-Wave.me через наше приложение, Iridi Pro, и я буду рассказывать, как это происходит. После моей части, когда я расскажу про нашу компанию, для тех, кто не знает, ребята расскажут про свою компанию, правильно? И после этого мы с Виталием продемонстрируем, как можно настроить управление через студию и Iridi Pro. Тогда начинаем? Поехали. Поехали. Так, я расшариваю кран и поехали. Итак, что за компания Iridi? Компания Iridi, мы основаны в 2006 году, являемся первой компанией в мире, без шуток, я специально проверяла, создавшей приложение для управления системой «Умный дом» с iPad, когда он только вышел. Недолго мы были первыми, но тем не менее. Первый продукт у нас был визуализация. В 2016 году мы выпустили свой собственный сервер, запатентовали свой собственный протокол автоматизации BAS77, и вот буквально в этом апреле мы начали продавать свои устройства. Сегодня платформа Iridi управляет не только домами, но и зданиями, многоквартирными жилищными комплексами, отелями, переговорными комнатами, храмами, то есть всем чем угодно. Текущие наши клиенты – это системные интеграторы, инсталляторы систем автоматизации. Мы B2B-решения, то есть у нас также есть и программное обеспечение, и оборудование автоматизации. Также наше ПО включено в единый реестр российских программ для ЭВМ. Сейчас у нас команда, здесь вот написано 80 человек, но, насколько я сейчас знаю, у нас уже около 90. 72 страны мира, более тысячи спертифицированных специалистов, более трех тысяч проектов на Iridium ежегодно. Мы участники множества ассоциаций и партнер с производителями, часть из них здесь указана, все остальные просто уже не влезли. Мы продаем свое программное обеспечение и оборудование в 72 страны мира. Здесь вот можно посмотреть топ, но, наверное, это не так интересно. Я не буду рассказывать про все наши продукты, потому что их действительно сейчас очень много. Я хочу сфокусировать всех участников именно на продукте Iridi Pro. Iridi Pro – это платформа, как мы ее называем, для автоматизации умных домов и зданий. Ее отличительной особенностью является уникальная визуализация. То есть все, чтобы вы не хотели нарисовать для управления домом, зданием, то есть хотите вы карту, хотите вы космический корабль, я не знаю, все что угодно, вы можете нарисовать в нашем приложении и заставить это управлять вашим оборудованием. Также у нас на панелях, то есть без сервера, доступна логика, потому что у нас есть жест-скрипты, и вы можете сделать логику как с визуализацией, так и, например, для управления оборудованием. Также у нас есть сервер, который позволяет интегрировать у нас более 65 протоколов автоматизации в одном приложении, в одном управлении, а также в одну логику. То есть если вы используете сервер, вы можете пробрасывать какие-то команды между различными протоколами буквально в два клика. Помимо систем автоматизации мы интегрируем на свою платформу IOTA, IOTA-устройство, аудио-видео-устройство, SIP-домофонию, IP-камеры, у нас голосовые помощники, это Алиса, Google Home, Alexa, Сбер, Маруся и еще какой-то был, сейчас уже вылетел из головы. Также, если, например, какого-то оборудования у нас нет в поддержке, всегда можно разработать собственный драйвер на JS-скриптах. Главное, чтобы была открытая API, и он управлялся по протоколам TCP, RS-232, UDP, HTTP и веб-секе. Часть брендов, которые мы поддерживаем, представлена сейчас здесь на картинке. Также отличительной особенностью нашей визуализации является то, что вы делаете один-единственный проект, а он работает на всех платформах. То есть он будет одинаково выглядеть как на Windows, так и на iOS, так и на Android, и у нас где-то еще лежал клиент для MacOS. Сфера применения, все эти визуализации и логики, это и коммерческая автоматизация, и домашняя автоматизация. И хочу вам как раз показать одни из таких проектов. Первый проект, который уже как-то традиционно стал в наших презентациях, это автоматизация одного из этажей Бурдж-Халифа в Дубае, там используется довольно большое количество разнообразного оборудования, то есть, например, там как система автоматизации идет IMX, кондиционирование – это Nest, есть голосовое управление Amazon Alexa, DoorBird – это доступ в помещениях, коди, AV, то есть все это управляется с единого интерфейса, вот видно, как он выглядит. Это уже очень-очень давнишний проект, мне кажется, ему уже больше 10-15 лет точно. Комиссия Европейского Союза в Брюсселе в Бельгии. Здесь используется только IMX. Про разнообразие проектов. Стадион Екатеринбург-Арена в городе Екатеринбург. Там используется как система автоматизации IMX и также множество дополнительного оборудования, там более 200 телевизоров. И у обслуживающего персонала есть вот такие вот планшеты для управления освещением и всеми остальными сервисами внутри стадиона арены. Больницы для женщин и детей в Медикейр, также в Дубае. Там основной протокол автоматизации – это HTL. Остальные ребята, к сожалению, указали. Вот так вот выглядит интерфейс. Обратите внимание, что он совершенно не похож, например, на тот же самый интерфейс, который мы видим на Стадион-Арена, при этом это одно и то же приложение. Просто разные проекты. Здесь есть управление освещением, шторами, кондиционирование и можно увидеть статусы во всех палатах, то есть какая там температура, комфортная, некомфортная и вызвали ли там сиделку пациенты. Также про больницы. Большой европейский медицинский центр УГМК здоровья в городе Екатеринбург. Там же у нас используется integration сервер, то есть тот, кто интегрирует все протоколы. У нас даже есть ролик на Ютубе про эту клинику. То есть вот такие вот панели висят в кабинетах, в палатах пациентов. Также есть большой интерфейс на ресепшене и на каждом этаже. Парк развлечений. Это все, что я хотела этим сказать, это разнообразие и ритм. И вот посмотрите, как выглядит интерфейс в этом случае. То есть мы видим большую карту парка. Это интерфейс для Windows. Мы можем нажать на каждую из них, на каждую из зон. Это все сложные элементы сложной формы. То есть вы можете нажимать только на них и будет открываться какое-то действие. И мы можем провалиться вниз, то есть внутрь интерфейса и управлять уже освещением. Если кратко, из чего состоит наша платформа? То, что вы видели интерфейсы, это наше приложение i3 Pro. Оно выступает приложением для запуска этих самых интерфейсов в визуализации. Оно доступно на iOS, Android, Windows и OS X. Для того, чтобы нарисовать этот интерфейс, мы используем Iridis Studio. Это приложение для создания интерфейсов, а также для конфигурации сервера. То есть там вы будете создавать как интерфейс, так и логику на сервере, так и JS-скрипты. Вот у нас скоро выйдет еще конфигуратор нашего оборудования. Это тоже все можно будет сделать в Iridis Studio. То есть это такой, мы его называем редактором. Также у нас есть Iridi Integration Server. Это интеграционный сервер, он отличается от приложения тем, что он работает 24 на 7. Мы можем сделать какие-то пуш-уведомления, мы можем подключить голосовые помощники, мы можем вообще в принципе подключить любые облачные сервисы, которые мы хотим. И как раз таки через облако он позволяет управлять удаленно и множество других разных полезных вещей. И у нас есть Iridi Cloud. Iridi Cloud хранит все проекты, хранит объекты автоматизации. То есть, например, если у вас есть дом и в нем несколько разных проектов для интерфейсов, для хозяина, для управляющего персонала, это все будет храниться в личном кабинете в Клауде. Также Клауд помогает нам делать удаленное управление без пробросов портов. То есть все соединения исходящие, и оно является безопасным. Вот так выглядит студия. Мы сегодня с вами ее посмотрим. Примерно только с другим интерфейсом я вам буду показывать, как настраивается управление оборудованием из-за твоих дней. Облачный сервис, как я уже сказала, отвечает за безопасное удаленное управление, за связь с голосовыми помощниками, хранит ваши проекты автоматизации и позволяет вашему клиенту, например, если он купил новый телефон, загрузить приложение, загрузить интерфейс уже на новый телефон без звонка интегратора. Это один из примеров интерфейса, который мы уже видели. Это приложение i3 Pro. Уникальный интерфейс визуализации, мультиплатформенность, более 60 протоколов в автоматизацию. У нас есть встроенная база ИК-кодов для оборудования Global Cache, потому что мы с ними партнерим. Ну и визуализация работает как сервером, так и без него. Вот так выглядит сервер. Автономная работа без интернета. То есть он работает без интернета после того, как мы все настроили и скачали все интерфейсы. Есть логика как на JS, так и на блок-схемах. Он хранит в себе базу данных, может формировать графики для того, чтобы показывали их на панели, запускает сценарии, уведомления, удаленное управление. Вот Маруся, Салют, Google Home, Alex, Алиса, все это интегрируется. То есть с любым оборудованием, даже если это оборудование не поддерживает голосовое управление. Как происходит подключение нашего ПО к реальным оборудованию? У нас есть приложение i3 Pro. Вот оно в углу планшетов. С облака скачивается интерфейс и через роутер подключается к оборудованию по IP. Если у нас есть сервер, то сначала панель подключается к серверу по специальному протоколу IREDI, а затем уже сервер подключается к оборудованию. Это помогает нам держать с оборудованием только одно единственное подключение, а не десятки, когда панелей много. Это снижает нагрузку на шину и позволяет отдавать в панели практически моментальный статус от устройств. То есть неважно, сколько панели подключилось, в сервере хранится последняя таблица значений и пуляет этой таблице значений в любую панель, которая к ней подключается. То есть ваши клиенты 100% получат быстрое отображение статусов сразу же после загрузки приложения. И если, например, с IREDI сервером клиент уехал куда-то за пределы локальной сети, например, в отпуск, он всегда сможет через IREDI Cloud, через безопасные исходящие соединения, подключиться к своему серверу и посмотреть, что там в его доме происходит. Также мы можем не использовать наше приложение для визуализации, использовать, например, только сервер и голосовые помощники, потому что голосовые помощники как раз подключаются через облако и через сервер. И управлять своим домом, например, с обычных выключателей и с голосового управления. Как понять, что IREDI Pro подходит для вашего проекта? То есть он очень многогранный и разнообразный, поэтому я бы выделила такие четыре основных пункта. Это нестандартный интерфейс, то есть если вам нужно что-то, что, например, хочется вашему клиенту, чтобы это было в стиле его квартиры или же там есть какие-то схемы, я сейчас немножко покажу, какие бывают интерфейсы, вы поймете, то, скорее всего, IREDI Pro – это будет ваш выбор. Также это нужно сложное техническое решение с интеграцией нескольких протоколов. Например, как раз-таки, когда вы хотите, например, проводные системы объединять с беспроводными системами, например, ZB, то вы можете сделать это при помощи нашего ПО. Временный доступ к управлению – это функция Bring Your Own Devices, то есть вы можете выдавать временные лицензии на управление вашим оборудованием, например, если к вам кто-то приехал в гости или, например, вы делаете автоматизацию отеля, то есть там можно выставить конкретное время, когда будет работать лицензия. После того, как время стечет, лицензия умрет, и вам не нужно будет бегать за клиентом и просить его разлогиниться. Ну и также, как платформа для собственного продукта, то есть очень многие производители брендируют свое приложение, то есть берут наше i3 Pro, они его брендируют, это их логотип, их загрузочная картинка, все как у них, и там вот бывает только один-единственный интерфейс. Я, по-моему, дальше примеров будет. Про интерфейсы. Если вам не хочется рисовать свой собственный интерфейс, но вы хотите сделать какую-то сложную интеграцию, вы можете взять готовые интерфейсы для экономии времени. У нас их много бесплатных, также у нас есть платные интерфейсы, но их тоже можно получить бесплатно, например, после нашего обучения. Как могут выглядеть эти интерфейсы? Например, интерфейс управления музеем, клиникой, галереей искусств. Вот так может выглядеть план. Каждый из этих квадратиков. Это картиночка, вы можете на нее нажать и открыть следующую страницу для управления. План может выглядеть вот так. То есть уже абсолютно другой план. Если вам нужно показать интерфейсы управления какими-то инженерными системами, это может выглядеть вот так. То, что я рассказывала, когда вы нажимаете на зону, у вас открывается эта зона, и вы можете нажимать на вот эти большие черные кружочки, и они будут включать освещение в этой зоне. У нас можно управлять фотографией. То есть очень часто на широкую уголку делает фотографию, поверх нее прозрачными элементами, и вот происходит управление, и вы сразу же видите, и что у вас происходит в комнате своими глазами. В этот момент вы видите все, что происходит у вас в интерфейсе. Очень красиво смотрится. У нас этот проект есть в наших списке проектов на сайте. Если будет интересно, напишите, я вам отправлю ссылку. И также вот слева, сейчас даже мышки покажу, вот здесь вот камера наблюдения с управлением. Поверх камеры, во-первых, вот этого вот всплывающего окна, не видно здесь на лампе невидимый элемент. Если вы кликните на видео на лампу, лампа включится. Выглядит фантастически, если честно, для меня. У нас с помощью картинок можно сделать даже такое псевдо-3D, если вам вдруг это необходимо. И вот такой вот еще промышленный нашла тоже интерфейс. Для того, чтобы показать, как это может выглядеть, это вот вообще схема мониторинга линий по производству гофрокоробов. Здесь вот как раз используется сервер. Вот здесь можно посмотреть, как ребята вывели график. Мы используем отдельное приложение. Это не веб-приложение, это нативное приложение, оно написано на C++. Мы считаем, что оно работает намного быстрее, чем использовать веб-интерфейсы. Также вы можете использовать нам анимацию, вы можете использовать все преимущества вашего устройства. То есть у вас работает Face ID, Touch ID. Вы можете привязывать на эти события любые действия, не только разблокировка вашего устройства, и не только разблокировка, например, интерфейса управления, а, например, доступ к какой-нибудь странице с инженерными настройками, с тем же самым котлом, который нельзя трогать тем же самым детям. Вы все это можете сделать нашим интерфейсом. У нас очень часто на самом деле случаются повторы интерфейсов, когда к нашим интеграторам приходит кто-то и говорит, вот у меня есть старый интерфейс, я им пользуюсь уже 20 лет, я не знаю, какой-нибудь вина. Вот я хочу сказать, как там. Это тоже мы можем сделать. Кнопки сложной формы, интерфейс на JS – это все, что я писала. Bring your own device. Также то, что я рассказывала, что вы можете выдать временный доступ к объекту автоматизации. Клиенту для этого не обязательно быть зарегистрированным на нашей платформе. Он просто делает скан QR-кода, загружает проект, и он работает с вот этой лицензией столько, сколько указано. И про собственные проекты на базе наших приложений. Например, здесь вот приложение китайской компании, а Control его можно найти, по-моему, и в App Store, и на Android в Google Play. Они просто взяли наше приложение. По-моему, это стоит… Нет, сейчас не скажу, сколько стоит. Уточнить, пожалуйста, у наших менеджеров. Можно сбрендировать приложение. Никто никогда не узнает, что это приложение i3 Pro, и что это вообще какая-то компания Iridi его сделала. Это будет ваше собственное приложение с вашим собственным проектом. Или вот как, например, выглядит приложение приложение о брендировании переговорных комнат от Александра Пивоварова. Вот его интерфейс для управления переговорными комнатами. Коллеги меня попросили рассказать про лицензирование. Вот, поэтому я также ставила сюда отдельный слайд, как у нас работает лицензирование на платформе. Вы как интегратор. Что значит вы как интегратор? Это значит, что вы сейчас можете, если еще не зарегистрированы, зарегистрироваться на нашем сайте iridi.com, зарегистрироваться как интегратор. Там есть два варианта – DIY и интегратор. Регистрируйтесь как интегратор. Наш менеджер перезванивает. Вам, вы с ним разговариваете. Он подтверждает ваш статус интегратора, потому что у нас закрытая платформа, она только для компаний. И вы в этот момент получаете неограниченные лицензии для тестирования. То есть любое оборудование, которое мы поддерживаем, вы можете протестировать неограниченное количество времени. У вас выдается 25 устройств, 25 таких лицензий. То есть вы можете загрузить это на ваш компьютер, на ваш планшет, на ваш телефон и использовать бесплатно весь функционал, за исключением облачных сервисов, потому что эта лицензия выдается на конкретное устройство. То есть вы не сможете протестить удаленное управление, голосовое управление и пуш-уведомление. То есть все функции, которые доступны только подключение через облако. После того, как вы все проверили, протестировали, и вас это устраивает, вы переходите в наш личный кабинет, он также находится на сайте ready.com, создаете облачный объект, добавляете туда все ваши проекты интерфейсов, все ваши проекты с логикой сервера и активируете бесплатную 60-дневную триальную лицензию. Она также поддерживает все драйверы и все функции. То есть здесь уже будут работать и голосовые помощники, и пуш-уведомления, и удаленное управление. Также вы можете в этот объект пригласить ваших заказчиков, то есть расшарить им интерфейсы, которые вы для них создали. Они скачивают, они заходят на своем телефоне, например. О, не видно телефон. Заходят в приложение i3 Pro, вводят туда свой логин, пароль, видят только те интерфейсы, которые вы им расшарили, скачивают и управляют своим домом в течение 60 дней. То есть весь функционал можете протестить и вы сами, и ваш заказчик. После того, как уже все закончились тесты, скажу маленький лайфхак, можно создать еще один объект и добавить туда те же самые проекты и попробовать еще 60 дней поуправлять, если вдруг вам этого было недостаточно. Вы можете приобрести коммерческую лицензию на объект. Она приобретается один раз. То есть вы привязываете один раз к объекту лицензию, и она работает бессрочно. То есть никаких подписочных моделей у нас нет. Она будет зависеть от драйверов, которые вы там используете. То есть разное количество драйверов, разные драйверы, делают разную стоимость этой лицензии. Также будет зависеть, сколько у вас будет панели управления. Панели управления мы называем любое устройство, на которое установлено i3 Pro, то есть приложение для визуализации. То есть, например, если у вас три этажа, на каждом этаже висит три панели, у входа висит еще одна панель, четвертая, и у пользователей дома, например, еще шесть, то у нас будет 10 панелей, и стоимость будет не такая же, как с одной панели. Также, если вы используете сервер, у нас есть серверные теги. Серверные теги – это каналы обратной связи. То есть сколько статусов от устройств вы хотите получить. Например, статус от одной лампы – это один серверный тег. Если это статус RGB лампы – это три серверных тега, потому что три канала. От их количества тоже зависим от стоимости. Также, используете ли вы или нет аппаратный сервер. Я сократила немножко свою презентацию, поэтому я не показала, что Iridium Server может быть как программой, то есть вы можете запускать его на своем компьютере, так и аппаратным сервером. То есть мы производим железные, так как я называю, железные серверы. То есть это то устройство, которое я вам показывала, Iridium Server. Эта коробочка тоже стоит какую-то сумму. Ну и статус дилера Iridium. Чем больше вы покупаете через нашу платформу, тем больше у вас скидка. Сейчас у нас существует три статуса. Бронзовый, стартовый, который вам выдается. Серебряный – там уже побольше скидка. И золотой – там еще больше скидка. Также серебряный статус мы выдаем всем, кто у нас проходит обучение. Три месяца вы можете покупать с большей скидкой, потому что так мы поддерживаем новичков на платформе, чтобы вы могли, например, побольше попробовать и приобрести продувание по более низкой цене. И если вы принимаете решение, что вам это нравится, и в течение трех месяцев после обучения вы покупаете любой товар платформы Iridium Pro, то мы эту лицензию продлеваем на год как за, не знаю, благодарность за ваши двери и вашу работу. Ну и также, если у вас есть шоурум, вы всегда можете написать нашим менеджерам, и они вам подарят лицензию на год для демонстрации в шоуруме, которую можно продлить. Вот. Если, коллеги, у вас есть еще вопросы по лицензированию, я на них с радостью отвечу. Если нет, то, пожалуйста, коллеги, теперь… Да, лицензии игратов 25 устройств, это 25 панелей управления. Вот я вижу вопрос. Спасибо, Саша. Александр Романов, технический директор у нас здесь, на техподдержке. Так, коллеги, я отключила, по-моему, свою презентацию. Я вижу вашу. Да. Отключайся. Спасибо большое за презентацию по системе Iridium. Теперь я вкратце расскажу о протоколе Z-Wave, о том, для чего он может быть полезен интеграторам, которые сейчас используют Iridium. Итак, протокол Z-Wave – это международный стандарт, который используется, в первую очередь, для домашней автоматизации. Наша компания занимается Z-Wave уже очень-очень много лет. Мы с 2009 года на рынке. Занимаемся разработкой собственного программного обеспечения для управления всеми устройствами Z-Wave. Выпускаем также собственные устройства. И также в России являемся дистрибутором оборудования Z-Wave. Итак, что же такое протокол Z-Wave? Это стандарт, в первую очередь, для автоматизации квартир, небольших домов, малых офисов, мини-отелей. Также уже в США появился новый стандарт Z-Wave Long Range, и, скорее всего, он в Россию придет в течение года. Это стандарт, позволяющий автоматизировать очень далекие объекты до двух километров в дальность. То есть можно автоматизировать будет и придомовую территорию, и большие промышленные объекты. Z-Wave распространен практически во всем мире. На самом деле вот эта карта очень похожа на ту карту, которая была до этого показана с распространением Ириди. То есть во всех странах, где домашняя автоматизация и вообще автоматика развита, присутствуют и Ириди, и Z-Wave. Z-Wave – это протокол беспроводной, поэтому он работает по радио, на частотах, зависящих от региона. В России это 869 МГц, в Европе 868 и 869, там несколько каналов в США – 908-916, и Австралия, Бразилия, Новозеландия – там 921 МГц используется. Поэтому при покупке устройств Z-Wave обращайте внимание на то, чтобы они были из нужного вам региона. Z-Wave позволяет автоматизировать, на самом деле, практически все подсистемы умного дома. Туда входит, естественно, и освещение, это управление, реле, диммерами, светодиодными лентами, также управление шторами, моторами различными для ворот от 10 до 230 вольт, включение-выключение любых нагрузок до 3,5 киловатт, это модули в розетку, и на самом деле до 40 ампер есть специальные модули, которые позволяют управлять такими нагрузками, как бани или промышленные какие-то станки, такое тоже используется. Естественно, есть дистанционное управление при помощи пультов, это радиопульты, которые работают от батареек. Для обогрева также можно автоматизировать, и обогрева и охлаждения можно автоматизировать теплые полы, котлы, радиаторы. Есть радиаторные термостаты, такие, к которым мы привыкли, Danfoss, которые накручиваются на батарею. Они работают на батарейках в течение сезона или даже двух, без подзарядки. Для кондиционирования используются специальные модули, которые совместимы с некоторыми моделями кондиционеров, и для всех остальных используется ИК-интерфейс, который имитирует нажатие на пульте инфракрасного управления вашего стандартного обычного кондиционера. Также в ZWave, естественно, есть множество датчиков и счетчиков, которые позволяют детектировать тревожные события, открытие-закрытие двери, протечки, сухие контакты, движения. Утечки газа и многое другое. И мониторинг состояния жилья. Это, естественно, и температура, влажность, освещенность. Но также есть более экзотические разные датчики, которые показывают концентрацию газа, качество воздуха и так далее. Для управления аудио-видеотехникой также используется имитация инфракрасного пульта. И устройства, которые реализуют это, они обычно содержат уже в себе базу популярных телевизоров, проекторов и так далее. Естественно, сбор данных со счетчиков. Это счетчики воды, газа, электричества, которые позволяют измерять и дальше на контроллеры уже строить графики, экспортировать это в удобную вам форму. И через контроллер можно обеспечить связь абсолютно с любым другим программным обеспечением, используя TCP IP, то есть просто локальную сеть. В ZedWave насчитывается более 700 производителей. Здесь мы привели часть логотипов компаний, которые входят в ZedWave Alliance. Здесь, если присмотреться, можно увидеть много достаточно больших компаний, которые работают как на российском рынке, так и на зарубежных. Если говорить про ассортимент устройств, то, как уже упоминалось, есть практически все подсистемы. Это и дверные замки, и датчики разные, и термостаты. И обратите внимание, что многие устройства, они есть в разных дизайнах. То есть, например, есть такой датчик движения, есть такой датчик движения. Розетки тоже есть в разных дизайнах от разных производителей. Датчики открытия двери. Есть, например, вот такие врезные, которые прямо в торец двери врезаются. Или накладные. Или вот такие накладные, которые в разных цветах имеются для того, чтобы автоматика была адаптирована под дизайн вашего жилья. Так как в ZedWave есть очень много производителей, то каждый производитель сам решает, какой дизайн ему делать, какие функции вкладывать в его устройство. Но есть основные базовые функции, которые все устройства выдерживают, за счет чего обеспечивается совместимость между различными брендами. Центром умного дома на технологии ZedWave является контроллер. Контроллеры обеспечивают связь между всеми устройствами, обеспечивают настройку всей сети. Мы в дальнейшем будем говорить про контроллеры компании ZedWave.me, то есть производимые нами, так как сейчас речь идет про интеграцию контроллеров ZedWave.me с Iridi Pro. Но если говорить в общем, то функции контроллера – это добавлять, удалять устройство, настраивать сценарий, настраивать так называемые ассоциации, то есть прямые связи между устройствами, которые работают, минуя контроллер, то есть напрямую от устройства, например, от выключателя. Можно включить свет. Конечно, оба они отправят статусы свои на контроллер, но вот это включение произойдет мгновенно, независимо от того, включен вообще контроллер или нет. Также при помощи контроллера можно настраивать устройство и использовать как для настройки, так и для ежедневного управления, веб-интерфейсы, мобильные приложения. И, наконец, контроллер обеспечивает шлюзы на другие системы, то есть связь с различными протоколами, различными облачными сервисами. Контроллеры ZedWave.me присутствуют в трех принципиально разных вариантах. У них у всех общее программное обеспечение, но отличаются они тем, как они выглядят и тем, что покупает клиент. Естественно, коробочные решения. Это коробочные решения на базе Raspberry Pi. Это хаб, который является роутером, самый бюджетный вариант, пожалуй, и самый продвинутый сейчас вариант, который мы выпускаем совместно с компанией в IronBoard. Это промышленный контроллер, в который встроена плата ZedWave. И при помощи этого контроллера можно сразу также совместить ZedWave с разными проводными протоколами, которые подключаются на колодки в IronBoard. Также есть вариант для сделай сам формата. Это шилды для Raspberry Pi. То есть вот такие шильдики, которые ставятся прямо на Raspberry Pi. Туда устанавливается наш программное обеспечение, идентичное тому, которое в коробочных решениях. И ваш контроллер умного дома готов. То же самое можно делать на базе USB-стиков. Стандартный интерфейс наших контроллеров – это интерфейс SmartHome, так называемый интерфейс для ежедневного пользования, где вы можете управлять всеми элементами. Также есть магазин приложений, в котором можно подключить разные интеграции, которые написаны нашей командой или сообществом пользователей. Любой человек может написать собственное приложение для нашего контроллера. Это пишется тоже на JavaScript. И загрузить его в наш магазин, сделав общедоступным. Или загрузить в магазин, не делая общедоступным, и использовать только на своих проектах. Так тоже можно. Естественно, наш стандартный интерфейс автоматически создается на базе характеристик устройств, которые наш контроллер определил, опросив устройство. И в нем есть небольшая кастомизация, но он не предполагает какой-то индивидуализации под клиенты. Именно поэтому очень интересное использование совместно с Iridi Pro, где можно делать полностью кастомизированные интерфейсы, которые адаптированы под требования заказчика. У нас же интерфейс стандартный, и в нем нету таких красочных визуализаций. Также есть экспертный интерфейс, который позволяет делать тонкую настройку сети ZedWave, то есть настраивать сами устройства, их характеристики. Большинство устройств предоставляют много конфигурационных параметров, некоторые даже вплоть до 100 разных параметров, при помощи которых можно настроить тонкие поведения устройства, что ему делать в различных ситуациях. Также при помощи этого интерфейса можно производить диагностику радиосети. Радиосвязь – это всегда менее стабильно, чем провода, поэтому для того, чтобы на объекте была стабильная связь, нужно часто прибегать к средствам диагностики. В наш контроллер также встроены сниферы, так называемые, то есть прослушивания радиотрафика, которые позволяют лучше понимать, что происходит в сети и производить диагностику, что очень важно для инсталляторов. Естественно, есть мобильное приложение. Оно очень похоже на стандартное наше приложение для браузера, только адаптированное под мобильный интерфейс. В нем можно, естественно, видеть тоже все характеристики, но, опять же, оно также не персонализируется, как и стандартный наш интерфейс. И, наконец, интеграция на различные системы. Естественно, наш контроллер поддерживает голосовые помощники. Это Google, Alexa, Яндекс, на самом деле Маруся тоже. Из российских мы не поддерживаем, пожалуй, пока что только салют. Также поддержка HomeKit встроенная. Также интеграция с Home Assistant, причем эта интеграция позволяет одновременно использовать и наш интерфейс, и экспертный интерфейс для диагностики, и также интерфейс Home Assistant. И интеграция на MQTT, которая позволяет связывать через популярный протокол MQTT наш контроллер с другими системами. Ну и, естественно, то, о чем мы сегодня говорим, это поддержка Iridi Pro для того, чтобы создавать индивидуальные интерфейсы. Обратите внимание, что все эти вещи также доступны все одновременно. То есть вы можете использовать интерфейс Iridi Pro на планшете, в это же время вы можете использовать на телефоне iOS стандартное приложение DOM при помощи поддержки HomeKit. Также голосовые помощники, например, у других членов семьи или при помощи голоса, или при помощи мобильного приложения могут использовать голосовые помощники, например, Яндекс. И также вы можете одновременно с этим на каком-то другом интерфейсе использовать тот же Home Assistant. Это все по краткой презентации наших контроллеров. А теперь мой коллега Виталий расскажет, как подготовить контроллер к тому, чтобы провести интеграцию. Спасибо, Сергей. Коллеги, а может быть сначала ответим на вопросы? Давайте ответим на вопросы, согласен. А то тут прямо очень много. Так, значит, давайте вопрос к вам. Цена на ZedWave, отличается ли она от цены для остальных интеграторов? Тут вот про остальных интеграторов. А, вы начали читать от Вечен. Да, хорошо. Можно выключить презентацию, потому что сейчас мы меняемся в окошечке, и мне кажется, это как это механиптически. Так, сейчас я тогда сверху пойду. Обязательно ли в проекте использовать все четыре компонента Iridi Pro? Нет, не обязательно. Вы можете отдельно использовать визуализацию без сервера. Хотите, можете отдельно использовать сервер. Хотите, используйте все вместе. Кова стоимость сервера Iridi? Мои коллеги подсказали, что для того, чтобы узнать стоимость любого нашего продукта, вам необходимо пройти регистрацию на сайте iridi.com. И если вы хотите увидеть цены интегратора, вы должны быть зарегистрированы как интегратор. Я забыла свое видение. Далее. Цены на ZWave не отличаются от цен для остальных интеграторов. Ну, ZWave.me – это отдельный нативный драйвер. И для интеграторов цены будут отличаться только в зависимости от их статуса. То есть, если вы, например, у вас серебряный статус, а у кого-то бронзовый статус, для вас цена будет ниже, соответственно. В лицензии для интегратора что значит 25 устройств? 25 устройств – это панели управления. Панель управления – это то приложение i3 Pro, которое вы устанавливаете на телефон, планшет, ВК и загружаете свои интерфейсы. Про лицензирование DIY. Я сейчас просто читаю уже ответы Саши. Действительно, да, праздница только в цене, да, с ценой интегратора. И там есть небольшое ограничение при тестировании, поэтому если вы интегратор, лучше регистрироваться как интегратор. Планируется ли в Ридис Студио ZWave драйвер, чтобы не через MQ2T или HTTP настраивать? Вот мы как раз сейчас с Виталием расскажем, как настраивать драйвер ZWave.me и как его использовать как раз-таки, чтобы управлять. Да, маленький спойлер, что данный драйвер работает через веб-сокеты, работает очень быстро, не использует MQ2T, но не нативный, потому что одновременно работают все основные фишки нашего сервера, именно поэтому идет связь между Iridium Pro и нашим сервером по веб-сокетам. Спасибо. Да, это важно. Мы сегодня прямо покажем, как это действительно быстро работает с учетом того, что я сейчас нахожусь в Санкт-Петербурге, ZWave оборудование находится… Где вот в Италии оно находится? ZWave оборудование в Москве. В Москве. Я в Ирине, так что… Да, мы будем показывать, как у нас это действительно все круто работает. А здесь вот еще есть вопрос уже по ZWave. Планируется ли более современный апдейт фирменного приложения? Да, планируется. Планируется. Будет второй интерфейс, который тоже на веб-сокетах будет более шустрый, в нем он уже на 80% реализованной его частью управления, а настройки пока в него не перенесены никакие. Я думаю, что мы его в этом летом заревизим. Здорово. И у нас вот сейчас шесть открытых вопросов. Я так понимаю, что они все к вам. Давайте, да, я буду читать их. Какова сейчас ситуация с наличием оборудования ZWave, учитывая американских собственников протокола и чипов? Ситуация, как всегда, непростая. Российским компаниям запрещена покупка чипов, но российских производителей, кроме нас, есть буквально еще парочка. Это DeFar, Eltex и все остальные, по-моему, не покупают сами чипы, а используют что-то готовое. Запасы пока есть, на какое-то время хватит. Теперь по самому оборудованию. В принципе, никаких запретов на протокол в целом нет. Однако многие производители отказываются поставлять оборудование в Россию. Но мы сейчас конкретно с каждым производителем эти вопросы решаем. На самом деле держим в курсе наших инсталляторов по состоянию дел в наших чатах. Подключайтесь. Здесь у нас есть телеграм-канал, в котором мы в основном рассказываем о том, как что происходит у нас. До конца года запасов точно хватит. Не расстраивайтесь. Можете спокойно планировать ваши проекты на The Wave. Как долго идет поставка под заказ оборудования The Wave и как осуществляются поставки? Мы, как и раньше, как основной дистрибутор в России, не единственный, но основной, наверное, нам так кажется, по крайней мере, мы работаем со своего склада, то есть мы делаем поставки большого количества оборудования, и дальше этого должно хватать на какое-то время. Вот сейчас мы делаем пополнение склада, которого точно хватит до конца года по основным брендам, например, Fibara, Filio и так далее. Под заказ надо смотреть индивидуально по конкретному бренду. Какой наш основной сайт, The Wave.me или Rus.z.wav.me? Сайт The Wave.me – это сайт нашей разработческой команды, которая делает и контроллеры The Wave, и различные устройства, то есть это на самом деле сайт разработчика. Rus.z.wav.me – это сайт для российской аудитории, в первую очередь, по дистрибуции. Подскажите, каким устройством можно фиксировать расход воды и его цену? Есть устройства-счетчики воды из The Wave компаний Ltex. Они прямо предназначены для подсчета воды. Также есть устройства компании Nivaton, которые можно подключать к счетчикам воды и при помощи них тоже фиксировать по цене. Я вам не расскажу, это лучше к менеджерам. Можете написать нам на info.z.wav.me или через тот же телеграм-канал обратиться к нашим коллегам. Так, опять по поставкам. Так, осталось у нас последний вопрос. В The Wave без контроллера система будет ли работать или он должен быть постоянно включен? В The Wave можно настраивать устройство и потом убирать контроллер. То есть контроллер не обязательно для работы непосредственно устройств. Контроллер нужен, чтобы сделать первичную настройку. И очень важно, если вы хотите использовать такой сценарий, так бывает делают, обязательно удалите упоминание контроллера из всех ассоциаций на всех устройствах, чтобы они его не пытались искать и доставить ему уведомления об изменении своего состояния. В принципе, такая сеть будет работать. Так часто делают, например, если надо продать очень простой комплект из выключателя плюс реле, который не предполагает никаких ни сценариев, ни голосовых помощников, ни интеграции с другими системами, ни внешних интерфейсов и так далее. То есть контроллер можно, в принципе, вообще выключить. Но обратите внимание, что если вы хотите интерфейс, голосовой помощник, удаленный доступ, связь с другими системами, другими протоколами, конечно, контроллер нужен. И мы очень рекомендуем во все проекты ставить контроллер, чтобы не ограничивать себя. Как осуществляется связь интерфейса и риди с оборудованием автоматизации при отсутствии сервера? Нужно ли дополнительное оборудование? Сергей, я думаю, что дальше уже в чате будем отвечать. В принципе, давайте продолжать. Тут просто была пачка вопросов именно по ZWave. Да, последний вопрос, наверное, который к вам. Можно ли ваш контроллер на контроллер, который на базе Raspberry Pi, поставить и риди, чтобы он одновременно работал? Это, наверное, вы лучше ответите. Можно ли на любой Raspberry Pi поставить и риди? Ну, ZWave будет протокол работать. У нас есть другой драйвер, которым вы можете управлять, но для вас нужно управлять через ваш шлюз. Я думаю, тут речь идет о том, что у нас есть контроллеры на базе Raspberry Pi, на которые вы, в принципе, можете поставить любое другое программное обеспечение. Если вы можете туда поставить программное обеспечение и риди, то оно будет жить на том же контроллере, то есть человеку нет необходимости покупать вторую железку. Но мы это не тестировали, поэтому на свой страх и риск, коллеги, пожалуйста, пользуйтесь бесплатными лицензиями. Итак, Виталий, думаю, что мы продолжим. Меня слышно? Да, вас слышно. Слышно. Так, я хочу рассказать о том, как подготовить контроллер Raspberry, о котором сейчас рассказывал Сергей, для того, чтобы взаимодействовать с Ириди. Так, я сейчас буду демонстрировать свой экран. Да, все видно. Все видно. Это форма логина в контроллер. Как только вы его приобрели, у контроля попросит вас ввести пароль администратора. Я уже это сделал. А у вашего пароль администратора. И здесь же наверху цифры, добро пожаловать, и номер, это ID дома, для удаленного доступа. Я чуть позже покажу, где его можно использовать. Коротко пробегусь по функциям контроллера. Вот сейчас в контроллере нет ни одного устройства, поэтому пустая панель, пустые комнаты вообще нет. И самый базовый функционал, который позволяет сделать контроллеры, это настроить сценарии, правила, расписание, управлять режимом охраны. Это все в очень простой форме. Так, ну вот он меня просит добавить устройство, я сейчас это сделаю. И давайте сразу перейдем к тому, как добавить устройство. Можно нажать здесь, а можно перейти в меню устройства. Как Сергей до этого сказал, в контроллере Развер есть два интерфейса, основных пользовательский, в котором я сейчас нахожусь, и экспертный. Давайте я добавлю устройство через экспертный интерфейс, а дальнейшую настройку продолжу уже через пользовательский, чтобы вы посмотрели, в чем отличие, и в таком случае, какой интерфейс лучше использовать. Вот для чего нужен, собственно, экспертный интерфейс. Я иду в раздел «Сеть управления», и здесь есть множество всяких опций по добавлению устройства. Могу добавить его с шифрованием, у устройства есть различные виды шифрования. Самое современное – это шифрование S2, но если устройство его не поддерживает, то можно добавить его с более старым шифрованием, либо добавить вообще без шифрования. У меня под рукой устройство нашей разработки. Оно, естественно, поддерживает самый последний уровень шифрования – S2. И я вот сейчас добавлю устройство для отладки с функциями Геркона и РЛЯ. У меня в нижней части экрана открыт лоб, чтобы увидеть, что сейчас происходит в сети, в радиосети. И вот побежали данные. Это такой уже более сложный уровень. Я думаю, мы… Я не буду о нем рассказывать, но просто имейте в виду, что вот есть логирование, которое позволяет посмотреть абсолютно все, вплоть до того, какие байты отправляет устройство. Это нужно уже, скорее всего, больше для отладки. Сейчас устройство добавляется, проходит процесс интервью. Здесь видно в процентах, значит, такое интервью. Вот показатель результата интервью. Каждое устройство содержит какие-то возможности, и контроллер проверяет устройство на предмет этих возможностей. То есть он отправляет ему команду, и устройство отвечает. Если оно правильно ответило, значит, мы засчитываем интервью, контроллер засчитывает. Если неправильно, значит, мы сообщаем о проблеме, что это устройство не может пройти какой-то… Какой-то свою функцию, оно поддерживает неправильно. Вот он почти прошел. Я вот даже по логу вижу. Тут идет опрос Configuration, класс команд, который позволяет настраивать устройство. Заканчиваю тут, видно по логу. Все, устройство полностью добавлено. Все его функции поддерживаются контроллером. Быстренько покажу, что здесь можно сделать. Настройки. Мы из контроллера загрузили какие-то настройки. К сожалению, здесь вот так по этим цифрам непонятно какие. Но если обратиться к руководству на устройство, то можно, например, узнать, что девятый параметр, вот этот девятый параметр, он позволяет переключать чистоту устройства, как раз таки зависит от этого региона. Ну, я точно знаю, что инструкция 510 – это Россия, а единица – это Европа. Ну, и точно так же с любым устройством любого другого производителя нужно почитать инструкции, что означает каждый параметр, что он может настроить. Как говорил Сергей про ассоциации прямое управление, у каждого устройства есть одна группа, которую он отправляет, это устройство отправляет на контроллер информацию о том, сработало оно, включилось, сработали датчик движения, какая температура. Вот в первой группе находится контроллер, если я сейчас его удалю, то устройство перестанет отправлять контроллеру какие-либо сообщения. Но также у устройства могут быть и другие группы, первая, вторая, третья, четвертая, которые позволят управлять другими устройствами. Например, датчик движения может управлять напрямую датчиком, управлять реле, но при этом на контроллер можете не отправлять информацию. Так, это по настройке устройства. Контроллеры от компании Z-Wave Me позволяют очень серьезно диагностировать сеть Z-Wave Radio, задавать маршруты между устройствами. У нас сейчас только два устройства, это контроллер и вот это устройство, но если бы у нас было десяток или двадцать устройств, то нам очень пригодилось бы вот это свойство, настраивать прямые маршруты, потому что контроллер не всегда сам может хорошо задать маршруты. Сергей говорил про Zniper, то есть если какие-то команды у нас отправляются, то мы сможем увидеть это в радиоэфире. Да, вот, например, сработал как раз-таки GearCon, и вот мы увидели, что к нам пришел репорт. Что за репорт, это надо обратиться к документации на Z-Wave, она открыта. Так, можно посмотреть фоновый шум, например, вот это, скорее всего, сигнализация от машины сработала, поэтому можно так вот, либо брелок был нажат от машины, который работает на близких частотах. Очень много функций, вот, мы за сегодня вряд ли сможем все посмотреть. Итак, зачем я сюда заходил? Я заходил добавить устройство. Устройство добавлено, я возвращаюсь в пользовательский интерфейс. У меня здесь появилось три виджета, но у устройства этого всего лишь две функции. Первая функция это вот GearCon, когда я нажимаю, но у него два виджета, один дублирует другой. Современные Z-Wave устройства поддерживают старые Z-Wave устройства. Раньше в старых Z-Wave устройствах не было поддержки многоканальности. Вот, сейчас здесь как минимум два канала. Устройство номер два, канал один, канал два. И для того, чтобы обеспечить совместимость со старыми устройствами, показывается еще и нулевой канал. Он нам не нужен, поэтому мы его можем. Нам осталось два устройства. И мы можем теперь вот, нажав здесь кнопочку, у меня включится реле. Ждем отчет от устройства. Так, что позволяет контроллер Raspberry? Помимо того, что он может интегрироваться с различными другими системами. У него есть богатые типы приложений встроенных. Это локальные приложения. Среди этих встроенных приложений есть приложение, которое позволяет писать крипты. То есть, любую автоматизацию можно настроить с помощью крестов. Можно автоматизацию настроить с помощью простых графических сценариев. Например, если датчик включен, это работает. Тогда мы берем и включаем реле. Вот такой графический инструмент. Множество подобных приложений есть, которые выполняют каждую свою какую-то полезную функцию. Можно создавать виртуальные устройства. Можно объединять устройства в группы. Можно использовать приложения, которые уже делают какую-то продвинутую, готовую автоматизацию. То есть, не из блоков собирать, как я только что делал. А вот прям внутри приложения, у которых конкретный функционал, уже делать определенный сценарий. Интеграция обеспечивается с другими сервисами благодаря тоже встроенным приложениям. Google Home, Apple HomeKit, Alexa. Также интегрироваться можно с другими системами домашних компетенций, как N-Ocean. Сергей говорил про NFT клиент, поддержку сону. Очень много всего. И это еще не все, потому что еще есть онлайн-приложения, которые решают проблемы пользователей, когда пользователи сами пишут приложение, загружают его к нам в магазин. И оно становится доступно тем остальным. Коротко о основных функциях контроллера. Контроллер, естественно, позволяет разграничивать права доступа. Собственно, то, что мы сейчас сделали вместе с Seridium, проект, который Оксана покажет, он доступен пользователю Seridium. Вот его здесь нет, будет другой контроллер. Соответственно, пользователь сможет управлять Seridium только определенным набором устройств, и не сможет управлять больше никакими другими. А удаленный доступ, как раз-таки ID, о которой я говорил, есть сервис удаленного доступа, называется FindZWakeMe. Зная ID контроллера, я могу подключиться к нему удаленно. Я сейчас подключусь как раз-таки к контроллеру нашему в Москве, на котором будет показан презентация Seridium. Иридиум. Этот контроллер находится в Москве в офисе на улице 1905 года. Это наш шоу-рум. Пользователю Иридиум доступна одна комната, Иридиум стенд, и доступен определенный список устройств, как раз-таки с которыми мы и будем работать. Для того, чтобы начать работать в Иридиум студию с этими устройствами, нам нужно получить токен вот этого вот пользователя. Я сейчас покажу, как получается токен моего пользователя. Идем в настройки, в мои настройки. Я должен быть под тем пользователем, под которым я хочу дать доступ. Я сейчас под администратором. Но это абсолютно то же самое, как и под другим пользователем. Итак, в меню «Мои настройки» есть список активных сессий. И здесь я могу добавить еще одну сессию, как раз-таки создать токен для того, чтобы из Иридиум студию можно было подключиться к контроллеру. Сгенерирую токен. Я могу сгенерировать как локальный токен. Тогда это будет работать только в локальной сети. А могу сгенерировать глобальный токен. Вот такой токен. Вот как раз мы и будем использовать в Иридиум студию для подключения к нашему удаленному стенду. Оксана. Да, теперь моя часть работы. Спасибо большое, Виталий. Возможности на самом деле потрясающие. Мне очень понравилось. Итак, коллеги. После того, как вы сделали все свои настройки для ZWF.me, для всех ваших устройств, мы переходим к следующей части, к созданию интерфейса управления под Ириди.про. В первую очередь хочу показать вам, где находится документация. То есть даже если вы сейчас не начнете использовать и в себе в работе, но вы можете посмотреть, что доступно. Для этого вы переходите на наш сайт ириди.ком. Вот здесь вот есть ссылка «Поддержка». У нас здесь есть документация Вики. В этой документации поддерживаемое оборудование. В списке производителей на последнюю букву вы можете найти ZWF.me. Здесь вы можете скачать проект с примерами, как происходит привязка конкретного оборудования к конкретным элементам управления. Здесь мы перечислили те устройства, с которыми мы тестировали. И здесь описывается документация, как стоит подключаться к Иридиуму, что для этого нужно делать. Но я вам сейчас это все покажу. Но вдруг, если вы их забудете, вы всегда можете сюда вернуться. Итак, вот тот же самый стенд, который только что показывал Виталий. А вот Иридиум Студио с открытым, уже готовым интерфейсом для нашей настройки. Я специально подсветила... Сейчас уберу бордюрчики. Я специально подсветила, что все, что вы сейчас видите у себя на экране, это отдельный экран, отдельная страница в вашем интерфейсе. Расскажу кратко вообще про студию и про то, как у нас формируются интерфейсы в студии. У вас есть Ириди Студио. Удивительно. Вы в ней создаете панельный проект. Панельный, то есть проект, который вы будете запускать на ваших устройствах ПК, телефоне, планшете. Тип панел. Здесь вы выбираете, для какого устройства вы хотите создавать, потому что это будет влиять на то разрешение, которое будет показываться для ваших страниц. И выбираете, какая будет страница. Вот такая вот создается по умолчанию страничка. И все, что вы сюда начнете наносить, любые элементы управления. Элементы управления у нас более 19 штук. Из чего вы можете сформировать этот интерфейс? У нас есть кнопки, лейблы, то есть для отображения текста. Мульти-стейт-баттон для отображения анимации. Триггер-баттон для переключения из одного состояния в другое. То есть, например, те самые реле удобно переключать с помощью триггер-баттона. Уп-даун-баттон сегодня вам тоже покажу. Они служат для того, чтобы увеличивать и уменьшать какие-то значения. Левел – это уровень. Мульти-стейт-левел – это уровень с анимацией. Круговой уровень. Круговой уровень с анимацией. Джойстик. Сегодня джойстик вы можете увидеть. Вот он. Какие здесь еще есть элементы? Эдит-бокс для того, чтобы вписывать ваш текст. Виртуальную клавиатуру можете нарисовать и передавать символы в текст. Текст-эрея – это улучшенная версия EditBox. EditBox больше подходит для однострочных каких-то, для паролей. Текст-эрея – это большой элемент, в котором можно, например, реализовать чат. То есть, у нас есть приложение-продолжители, и в нем с помощью этих элементов используется для отображения сообщений в чате и для написания сообщений в чат. Итак, здесь это листы для того, чтобы вы могли прямо как у вас в смартфоне перелистывать какие-то экраны тачи. Advanced List служит для формирования листа через скрипты. Например, вам нужно загрузить песни из плейлиста. Вы можете это сделать, создавая специальный шаблон для каждого элемента списка и формировать всю вашу музыку вот в этот длинный список в Advanced List. List – это тоже для тех скриптов. Linear Trend – это графики. PyChart, BarChart – для того, чтобы показывать какие-то данные от вашего оборудования. Кроме элементов, у нас есть страницы. Страница – это… в любом проекте есть как минимум одна страница. Это такой, так скажем, пол вашего интерфейса. То есть, она всегда есть. А сверху страниц вы можете показывать неограниченное количество всплывающих окон. И чаще всего вот все проекты, которые я вам показывала в моей части вебинара, они почти все были построены именно на всплывающих окнах, потому что это очень удобно, потому что вы можете одно и то же окно показывать при вызове с абсолютно разных мест вашего интерфейса. То есть, например, у вас на всплывающем окне есть управление лампой, и вы можете показывать ее как с плана вызывать этот поп-ап с управлением лампой, так и, например, с фотографией комнаты. То есть, это удобно, потому что вы можете не использовать повторяющиеся элементы, не нужно их отрисовывать несколько раз. Один раз нарисовали и вызываете в том месте, в котором вам нужно. Также в настройках нашего интерфейса вы можете определить, какая страница и какие всплывающие окна показываются при запуске. И здесь много-много всяких разных настроек. Коллеги попросили показать побольше про студию, но на самом деле для того, чтобы показать только базовую часть студии и научиться в ней работать, у меня есть отдельный трехнедельный курс, про него я немножечко попозже расскажу. И там как раз и рассказывается, как происходит настройка с различными драйверами, какие есть элементы, подробно разбирается, как с этими элементами работать, как загружать это в облако. Поэтому здесь я вам буду рассказывать только в самом кратком варианте. Итак, у нас есть страницы. Поверх страниц показывают какие-то всплывающие окна. На всплывающих окнах и на страницах вы рисуете какие-то части интерфейса при помощи более чем 19 кнопок и программируете их. Вот здесь вот снизу есть такая плашка. На самом деле она может показываться где угодно, не только снизу, но и где вам будет удобно. В ней вы, например, у любого элемента можете увидеть такие события, то есть по каким событиям вы можете управлять вашим оборудованием, по нажатию, по отпусканию. Если вы обратите внимание на ваш Smart Mode, то когда вы нажмете на какую-то иконку, у вас по нажатию иконка только сменит состояние на второе состояние. Например, давайте я здесь вам это покажу. А при отпускании произойдет, например, открытие приложения. А если вы задержите палец на иконке дольше, то, например, на iOS она начнет вот так дрожать, и вы сможете удалить приложение. Не знаю, как на Android. И это же событие Hold вы тоже можете использовать в нашем интерфейсе. Также у нас есть отдельное событие. Оно называется End of Hold. То есть если вы, например, хотите выполнить какую-то дополнительную команду после того, как вы удерживали и отпустили, потому что релиз в этом случае не действует, то вы можете составить сюда еще одну команду. То есть, представляете, у вас вариативность для одного элемента. То есть помимо того, что этот элемент бывает разным, то есть бывает кнопка, бывает вот, например, как здесь пример Trigger Button. здесь бывает джойстик. У вас еще есть вариация по событиям, которые вы можете использовать на элементах нашего интерфейса. Как происходит управление? У меня есть удаленный токен. Вы заходите во вкладку Devices. У нас есть русский перевод, но что-то я начала использовать с английским. Буду вам все переводить на русский. Здесь есть вкладка, называется «Импорт». В «Импорте» в самом конце мы находим «The Twain Me Scanner». Выбираем его. Здесь вы можете указать как раз тот токен, который вы будете использовать. Локальный токен или удаленный токен для подключения. Чаще всего вы будете пользоваться локальным, поэтому он здесь первым и выделен. Сюда вы вставляете IP-адрес для дошлюза и здесь вы вставляете токен. У меня токен удаленный. Все, что я делаю, это копирую этот токен и вставляю вот в это поле и нажимаю «Ок». Посмотрите, как быстро нашлись устройства. Мы разговаривали, что у нас устройства стоят в Москве, я нахожусь в Санкт-Петербурге, а Виталий, который это все настраивал в Твери. Мы добавляем все устройства. Все устройства, которые вы сейчас видите вот здесь, они у нас добавились вот здесь. Но есть небольшая разница. Здесь, например, вы видите, вот у нас есть устройство Fibara, у него есть управление розеткой, выключателем. Здесь тоже такой, так скажем, триггер баттен используется. И у него еще есть показ, сколько он потребляет при работе. У нас все устройства, так скажем, интерфейсы объединяются по физическому ID, то есть по физической железке. То есть все, что вы здесь видите в дереве, это по факту каждое железное отдельное устройство. И вот давайте найдем… вот у нас Fibara All-Flag. То есть несмотря на то, что вы видите в облаке как три разных устройства, в Eridia вы увидите это одним устройством, который объединился по ID-шнику и которым вы можете управлять. Так как мы объединяем по ID-шнику, у этих устройств фактически нет каких-то имен на облаке, поэтому мы просто говорим, что это слово «девайс» и говорим его номер. Если вам, например, нужно будет для полноценной работы, вам, например, это неудобно, вы в любой момент можете его переименовать и использовать те названия, которые удобны именно для вас. Это можно точно так же делать как для команд, так и для каналов обратной связи. Немножко про систему драйверов в Eridia. Любой драйвер, любой системы, который вы будете использовать в Eridia, находится вот в этом окошке. Мы сейчас находимся с вами в панельном проекте. Вот здесь вы можете увидеть все нативные драйверы, которые сейчас доступны в Eridia. Вы можете их добавить и использовать в вашем проекте. Каждый из этих драйверов будет иметь название. У него будут вот здесь вот внизу какие-то настройки для подключения к этому драйверу. Сейчас мы видим, что мы используем облако. У нас здесь есть адрес хост, порт, протокол, по которому мы подключаемся, и тот самый токен, который мы вставляли. Затем у драйвера есть система так называемых драйверных токенов. Здесь вы можете показать в вашем интерфейсе, подключился ли драйвер или нет. Здесь тоже подключился, не подключился или подключается. Такая более расширенная система онлайн. И вы можете показывать какие-то системные значения в вашем интерфейсе, либо использовать их в скриптах. Скрипты у нас располагаются прямо под рабочей областью. Вы можете перенести их на отдельный экран. И, например, если вам нужно запрограммировать какую-то логику, вы можете использовать либо наш браузер, как бы редактор для работы, либо вот здесь есть кнопка для того, чтобы открыть ваш внешний редактор скриптов, к которому вы привыкли. Вы можете работать там и сохранять значения. По сохранению они будут попадать напрямую в видео. Далее каждый драйвер имеет команды и каналы обратной связи. Команды — это вот такие синие стрелочки, то есть это то, куда мы передаем какие-то значения, то, с помощью чего мы управляем чем-то. Каналы обратной связи — они вот такие вот зеленые. Они служат для того, чтобы получать статус от оборудования. То есть любой драйвер, который вы здесь увидите, будет содержать в себе устройства, токены драйвера и какие-то команды и какие-то каналы обратной связи. Здесь еще куча-куча-куча всяких иконочек по ресурсам. Вы можете добавлять сюда свои картинки. Есть токены проекта, которые используются также в скриптах. Они служат для хранения каких-то значений на устройстве, даже между перезагрузками. Здесь есть то самое облако. В общем, коллеги, пожалуйста, приходите на наше обучение, тем более для вас оно будет со скидкой, как для участников нашего совместного вебинара. Вот там я это рассказываю более подробно. Давайте уже сейчас перейдем к настройке самого управления оборудованием. Мой дизайнер уже заранее нарисовала. Программист вставил все ее картиночки из фигмы прямо в нашу страничку с помощью элементов. Сейчас я покажу вам бордюрчики. То есть все, что вы видите — это элементы. Давайте будем их настраивать. Вот у нас, например, первое устройство. Оно содержит только два канала обратной связи — это температура и влажность. Вот она так. Вот у нас температура и вот у нас влажность. Как мы производим управление? Вот у меня кнопка, точнее, это не кнопка, это должен быть лейбл. Здесь почему-то триггер. Давайте сделаем на лейбл. В ней используется шаблон. Шаблон у нас помечается долларом. Доллар F1. То есть любое значение, которое попадет в эту ячейку, будет трансформировано в число с плавающей запятой, с одной цифрой после запятой и будет подписано как температура. Это уже обычный текст. Мы захватываем, зажимаем команду обратной связи, натаскиваем на элемент. Элемент подсветился. Отпускаем. И он нам предлагает, какое свойство ты хочешь привязать, то есть как я хочу это показывать. Так как я использую шаблон, мы привязываем как InValue, то есть в значение этого элемента. Список свойств у всех кнопок очень много, но очень большой. Я вам их попозже покажу. Мы привязываем сюда в значение. То есть любое значение, которое попадет сюда, будет преобразовано в шаблон. Делаем то же самое с влажностью. Вот у меня элемент для влажности. Следующее устройство, как раз на котором я вам покажу, как происходит привязка в другое свойство. Вот у нас здесь есть джойстик для управления, для выставления цвета по RGB, для управления лампой. Также у нас есть элемент, который будет отвечать за дисплей, который будет показывать нам цвет текущего состояния лампы. Это у нас элемент также Label, только для отображения, Pass through, то есть недоступный для нажатия. Я захватываю канал обратной связи, перетаскиваю и выбираю More. После More я могу увидеть все свойства кнопки, которые я могу перезаписать и изменить прямо на лету. То есть это как раз-таки наша гибкость интерфейса. Для того, чтобы показывать обратную связь в цвете, мне нужно выбрать... Так, это Draw Other. По-моему. Нет, Color. Color State. То есть мы будем менять цвет состояния этой кнопки. Для того, чтобы управлять... То есть до этого мы только привязывали обратную связь. Для того, чтобы управлять этим RGB, я должна привязать команду. Перетаскиваю также на элемент. Когда привязывается команда, он нам уже подсвечивает, какие действия, какие события вы можете использовать на этом элементе. То есть когда нажата, когда отпущена, когда перемещается. Мы будем использовать, когда нажата, но так как это у нас RGB, то есть у нас там целых три канала внутри, мы будем передавать не просто значения, координаты, а мы будем передавать Peak Color. То есть мы будем передавать цвет, который будет у нас под джойстиком. Куда нажмем, такой цвет и уйдет в канал. Следующая фибара Wall Plug. Вот у нас есть триггер-баттон. У него два состояния, выключено и включено. Он настроен как ноль при выключенном состоянии. То есть для того, чтобы выключить, единица, чтобы включить. Мы берем команду, натаскиваем точно так же на элемент, выбираем, например, по отпусканию, так же, как у нас в смартфонах. Вот эта кнопка привязывает автоматический канал обратной связи, если он существует с точно таким же именем. То есть нам не придется делать две операции по привязке. Что сейчас происходит? Вот у нас по релизу наше значение будет передаваться в эту команду. Какое значение? Вот одно из двух. В зависимости от того, какое значение нам придет вот сюда в обратную связь. Также у нас здесь есть каналы для обратной связи. Мы их привязываем точно так же, как мы это делали до этого. Следующее устройство. Тоже розетка, только уже от другого производителя. Точно так же настраивается. Причем, обратите внимание, когда вы настраиваете однотипные элементы. То есть у нас здесь триггербатт, здесь триггербатт и все остальные. Они уже нам сохраняют последнее выбранное значение. И все, что нам остается, это просто нажать на слово «ОК». Следующее устройство – это диммер. Как мы программируем диммер? Для этого у нас есть элемент level, диапазон значения от 0 до 99. То есть здесь граница будет 0, здесь граница будет 99. Также здесь есть элементы up, down, button. Как работает up, down, button? Если есть канал обратной связи, а он у нас есть, они спрашивают текущее значение и производят математическую операцию. Например, по нажатию он будет из текущего значения вычитать единицу и отправлять обратно в канал уже значение на единицу меньше. То есть таким образом вы как, например, громкость или яркость можете вот так вот по единичке управлять оборудованием. Здесь устанавливается лимит, то есть когда мы убавляем, у нас лимит 0. Когда мы прибавляем, у нас лимит 99. И также можно по длительному нажатию управлять. Не уверена, что это работает с дверьми, с облачным через облако управления, но в других инсталляциях вы можете это также использовать. Настраивается точно так же, как было на предыдущих. Когда отпускаем, когда держим, заодно проверим и канал обратной связи. Здесь точно так же, чтобы это работало, когда отпускаем, когда задерживаем и канал обратной связи. Привязываем к уровню, когда отпустили и канал обратной связи, чтобы видеть обратную связь. И покажу вам обратную связь на отдельном элементе InValue в шаблон $p. Будем посмотреть в процентах, какое у нас сейчас текущее значение. И последнее устройство – это устройство термостат. Мы с вами будем отправлять уставку, которую хочет пользователь, какая должна быть температура. И также привяжем освещенность. Здесь также используются UpDownButton для управления. Настроены они уже как для температуры, то есть от нуля. Здесь идет лимит 10. Давайте сделаем, например, температуру до 30. И значение на уменьшение. Шаг у нас должен быть минус 1. А, лимит 0 или нет? Давайте не будем замораживать нашего пользователя, сделаем лимит 16. HoldValue, допустим, 3. Хотя, мне кажется, здесь не очень используется. Здесь у нас шаг будет единица, лимит 30, holdValue, допустим, тоже 3. Привязываем управление. Зажали, отпустили и обратную связь. Здесь точно так. Зажали, отпустили, обратную связь. И показываем значение, которое мы сейчас хотим отправить в value канала. И последнее, что мы привязываем, это освещенность. Привязка освещенности ничем не отличается от привязки остального. Ну, собственно, вот все, что я хотела настроить, все управление. Не знаю, сколько времени прошло, но мне кажется, довольно быстро. А с учетом объяснений, когда не будет объяснений, будет еще быстрее. И вот, давайте, коллеги, проверим. Вот наша текущая температура. Так, что там дрыгается, мне не нравится. Видимо, будет дрыгаться хорошо. У нас есть температура 26,5. Вот мы видим его на дисплее. Мы видим 56 люкс. Видим 50% влажности. И счетчики энергии. Мы видим, что обе розетки у нас включены. Давайте мы их выключим. Вот они у нас выключились. Так, где вторая? Да, вот практически моментально мы видим обратную связь. Далее, диммер у нас 26%. Вот здесь вот внизу можно увидеть его значение. Мы можем управлять при помощи уровня. Мы можем управлять им при помощи этих вот кнопок. Вот видите, они у нас прибавляются. Мы можем зажать, и он будет управлять быстрее. Столько, сколько мы настроили. И желаемая температура. Так, тоже она у нас сейчас. Вот 26,5. А, 23,5. Вот мы можем прибавлять по единичке. И убавлять по единичке. Вот 23,5. 23,5. И выбор цвета. Последнее наше устройство. Мы видим голубой. Как я и обещала, в дисплее мы тоже видим голубой. И посмотрите, просто моментальная обратная связь для управления. Так, вот зеленый, голубой, оранжевый. Вот так вот, коллеги, если вы будете работать в нашем интерфейсе, вы будете настраивать визуализацию. Если вы захотите добавить сервер, даже если вы, например, решили, что его не будет, но потом решили, что он будет, сделать это можно довольно быстро. Правая кнопка мыши «Добавить серверный проект». Переносим все, что у нас есть. И все. Сейчас, если вы запустите вот эти вот конфигурацию сервера на сервере, а это в приложении, у вас все будет работать. Дополнительных никаких настроек здесь не требуется. Если, конечно, вы не хотите сделать интеграцию с другим оборудованием. Итак, коллеги, моя часть подошла к концу. Я хочу еще рассказать вам, что после того, как вы сегодня послушаете наш вебинар, вы можете записаться на обучение по ReadyPro, как я уже говорила, курс специалиста. Вот он. То есть вы можете бесплатно посмотреть вводную часть, ну, вы ее так послушали сегодня, и записаться на курс специалиста ReadyPro со скидкой. В течение ограниченного количества времени, я сейчас не скажу, сколько будет работать скидка, но, по-моему, в ближайшую неделю она точно будет работать. То есть если вы зарегистрируете на нашей платформе и приобретете курс, то он будет вам стоить, по-моему, на две тысячи дешевле. И также по прошествии этой курса мы вам подарим четыре готовых интерфейса, которые вы можете использовать и не рисовать его самостоятельно, не заказывать дизайнера, сертификат специалиста и серебряный статус, то есть повышенную скидку на оборудование. И у коллег, насколько я знаю, тоже есть для вас пара. Да, на часть оборудования у нас 30% скидка, на часть оборудования 20% скидка. На какое именно оборудование скидка вы можете посмотреть в рассылке, которая вам приходила. И мы сейчас готовим большой курс, видеокурс по Z-Wave, обучение прямо с нуля и до максимума. То есть это будет полезно абсолютно всем, и профессиональным инсталляторам, и новичкам. На этот курс у нас будет 50% скидка. Мы его готовим уже не первый год. Это огромная работа, просто гигантское количество материала. Мы это все записываем сейчас. В скором времени планируем выпустить и пригласить всех заинтересовавшихся. Поэтому следите за новостями. Спасибо, коллеги. У нас здесь были вопросы. Давайте для того, чтобы могли услышать, просто кратко зачитаю. Посмотреть список поддерживаемых устройств на Iridi вы сможете по ссылке, которую я показала до этого. То есть наша Википедия. Если вы захотите масштабировать систему и добавить дополнительные устройства, пожалуйста, добавляйте. Насколько я знаю, что если токен у вас, подключение не поменялся, вы можете также доимпортировать те устройства, которые вы подключите к системе. Токен генерировать повторно не нужно, иначе у вас заново импортируется полностью драйвер с нуля. При какой периодичностью, как вы видели, обратная связь моментальная, то есть вот изменение случилось, и он обновил значение. То есть здесь нету, как я понимаю, опроса. Я могу пояснить. Да, давайте. Опроса нет, это работает по веб-сокетам. Это означает, что как только на нашей стороне, то есть на стороне затвейв, произошло изменение состояния, оно отправляется в Iridi. То есть Iridi ничего не опрашивает, он просто ждет от нас информации. А мы ждем команду управления. Поэтому это работает мгновенно. И еще до этого был вопрос по токенам. Значит, токены можно удалять. Когда вы удалите токен, у вас перестанет работать ваша инсталляция, ну, то есть ваш элитный проект. Для чего это нужно? Это может быть нужно. Например, если вы сделали десяток панелей управления, то есть десяток айфонов раздали пользователям. Но Токсан уже говорил про то, что, например, в отелях, да, может быть, постоялец приехал, вот, постоялец уехал. Раз у него токены отозвали, все, он не может управлять оборудование. Это очень удобно. Более того, можно срок жизни выбрать этому токену. В общем, все как у всех. Все правильно. Здесь также был вопрос. Предыдущий вариант stick Z-Wave и сервер Iridi. Коллеги, он остается. У нас драйвер на сервере Z-Wave остается точно так же, как и он был. Это другой драйвер. Это нативный драйвер для работы через шлюзы Z-Wave.me. Они связаны, то есть, ну, в моем случае, так как я использовал удаленный токен, они действительно связаны через облако, но вы можете использовать локальный токен, прописать IP-адрес и не использовать облако для управления. Правильно я понимаю, Виталий? Работать напрямую. То есть, как вот здесь говорит, а если облако улетит, ну и пусть оно улетает, оно будет работать локально, как и раньше работала любая. Все верно. Как говорится, без SMS и подписок. Никаких месячных платежей. Да, никаких доплатежей. У нас на самом деле это очень частый вопрос, когда смотрят стоимость и говорят, а что это, каждый год столько платить? Такой, нет, так это что, бессрочно? Мы такие, бессрочно. Просто купите лицензию, она будет работать. И здесь еще коллеги спрашивают, можно ли обучиться через аккаунт DIY, а потом поменять аккаунт интегратора. Да, вы можете это сделать, но уточните, пожалуйста, у менеджеров, дают ли они скидку на аккаунты DIY по прошествии этого вебинара. И вы можете в этот же момент и спросить, как поменять аккаунт на интегратора. Итак, коллеги, если у вас больше к нам нет вопросов, спасибо вам большое, что досидели до самого конца. Если, попрошу вас сейчас оценить нашу работу, наш вебинар от нуля до десяти, где ноль это, ой, я зачем пришел, но мне кажется, их уже здесь не осталось. И десять, что все пошло классно. Если вы ставите меньше восьми, пожалуйста, скажите, что было не так, чтобы мы в будущем могли улучшить наши презентации. Вот, я вижу первые оценки. Спасибо вам большое за доверие. Спасибо. Коллеги, спасибо большое вам за этот чудесный вебинар. Мы не уложили сейчас, но мне кажется, что мы зато рассказали все самое важное, что и самое ценное. Спасибо вам большое и до скорых встреч. До свидания. До свидания.